Продолжение следует... Я представляю компанию «Племенной импорт», которая занимается импортом как племенного скота, так и биопродукты, в частности, спирта. От всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе и от хвоста. До последнего времени у нас в России было зарегистрировано официально 7 пород и 2 типа хвоста. В декабре прошлого года, 2014 года, в государственных приездах селекционных достижений была в нас нахлечена еще одна порода, восьмая. Это альпийская. Это официальные породы. Но кроме этого, существуют такие хозяйства, которые разводят породы, но которые не внесены при естах. И поэтому они являются как бы полуофициальными. Это такие породы, как нубийская, текенгуузская и многие другие. И рассказывая об импорте биопродукции, в частности, спирта, я хотел сказать, что для таких полуофициальных пород, которые завезены не совсем официальным путем, для них завести спирту практически невозможно. Почему? Потому что это как раз вот связано с тем, ну, с внесением в госрегистра. Потому что для того, чтобы получить разрешение на завод, в Росельхознадзор необходимо представить выписку из госрегистра. А разрешение на завод дает в Росельхознадзор. Ну, однако, существуют еще некоторые ограничения на госрегистра по импорту. Но эти ограничения связаны с ветеринарными показателями, с отношением к первой сертификации и прочее. Но это временные ограничения, ограничение временного характера и при улучшении фактической обстановки в стране импортера их отменяют. После получения всех вот этих необходимых документов, то есть выписку из госрегистра, получения на завод, после этого заключается контракт с заруберными партнерами и, ну, разрешается поставку для продукции в Российскую Федерацию. После пересечения границы России происходит процедура ветеринарной сертификации, таможенной очистки, проведение сертификации в соответствии с Российским ГОСТом. И ветеринарная служба региона выдает разрешение на использование сферу внутри страны. После чего уже можно заниматься реализацией продукции непосредственно сельхозтоваропроизводения. В настоящее время у нас есть возможность завоза как животных, так и сферма-козлов импортно-селекции. Если рассматривать финансовую составляющую эту вопросу, то, ну, живые животные ориентировочно стоят порядка 1000 евро, а не выше, а сферма-козлов, ну, порядка 20 евро, не выше, за одну долгу. Ну, исходя из этого, видно, что экономически более целесообразно все-таки покупать биом-напериал и выращивать его здесь, у себя, для того, чтобы получить уже адаптированный молодняк в местном условии. Ну, что это выгоднее, чем завозить уже к животным. Поэтому, если у вас есть потребность к данной продукции, то мы будем рады вам помочь. А где у вас найти? Телефон. Где у вас найти контакты? Ваши контакты. Поверем А-31. Подходите. А мы поверем сюда. А-31. И телефон. 685-8-5-9. Еще раз. Это здесь, Москва. Спасибо, Сергей Александрович.